Вот послушайте положение казашек в XIX веке. Книга 1899 года. Очерки народной жизни. Сума Колыма, уплачиваемого за невесту, колеблется 200-2000 рублей. Из него же должны делать невесте приданное. Но в настоящее время сплошь и рядом случается, что получивший Колым отец родной, или вскормивший, или же старший брат, прояв и прожив весь полученный Колым, отпускает невесту или без ничего, или же самым ничтожным приданным. Такого рода явления находится в зависимости от уменьшения благосостояния казахских масс, где подрастающая девица является единственной почти надеждой на поправление дел какого-нибудь аула. Случается же и так, что получив Колым с одного и надеясь на покровительство какого-нибудь сильного человека, отец невесты под благовидным предлогом вдруг отказывает жениху и начинает получать Колым с другого. Таким образом поступает иногда по несколько раз. Так девушка или женщина никогда не являются распорядительницей своей судьбы. Любит ли она или не любит, стар или безобразен ее властелин, богат ли он или беден, это же в расчет она принимать не может. Надев словки вверх, она поступает в полное владение и распоряжение своего властелина и его рода, и жизнь обречена на служение ему, пока на то хватает сил. Рожает детей, смотрит за скотом мужа, ставит ему кибитку, обшивает его, ходит за ним, получая за это обедки, если муж не питает к ней благоволение. Казах, имеющий уже двух жен, сошелся с одной девушкой, жених которой умер, не выплатив Колыма. Невеста осталась свободною, начинается торговла ею. Отец-девит начинает получать с любовника Колым, выманивая, кроме назначенного количества скота, то деньги, туберкута, самовар и прочее. И с дуцем он стихомогу отдает дочь за другого и получает с него Колым. Вдруг отказывает первому и отдает за последнего. Случается иногда слышать циничное сравнение женщин с нагайкой, которую, если она сломалась, всегда можно заменить новую. Ввиду того, что женщину можно себе приобрести не только тогда, когда к тому есть экономическая потребность, но и когда это делается из хостодубья и тщеславия, такой институт, как Колым, идет рука об руку с мусульманством, считающим полигамию за один из своих общественно-нравственных устоев. С этим можно, пожалуй, примириться, когда приобретение женского элемента происходит по дату среди самих казахов, когда благодаря постоянным торговым сношениям казахов с татарами, и местами полная экономическая зависимость от последних казахские девушки распродаются сплошь и рядом с артом-кредитором, обращаются с артянок или способствуют ближению казахов с артами. То, по-моему, тут нет никакого оправдания с точки зрения обычного права. Только Колым обращаются просто в спекуляцию и орудия закрепощения женщины. В этой главе говорится об открытии рукоказахских женских училищ. Казахская девочка может пройти первоначальную школу, прогимназию, поступить в гимназию, а при благоприятных условиях на курсы и занять место в ряду интеллигентных женщин. Но главным препятствием к достижению этого идеала могут служить два фактора. Во-первых, мусульманство, чем более и более охватывающее казахские народные марсы. Во-вторых, социальное положение казахской женщины. Поэтому коснемся прежде всего кратко положение женщины в теперешней среде казахов. Казахского народа, тех сил, которые на нее воздействуют, создают условия ее существования. В связи с теплового кочевого, или лучше сказать, в настоящее время полукочевого народа женщина, поставленная в условиях самостоятельной хозяйки, на руках которой лежат заботы о детях, статье, пище. Приготовление одежды для разного времени, года, постановка юрт и прочее не могла, конечно, быть так обезличена и лишена всякой инициативы к носительной свободе и независимости, как у других народов чурского происхождения, споведующих ислам. Кому известно условия жизни казаха, тому очевидным станет, что без известной самостоятельности предоставляемой женщине не мог бы перекочевать ни даже просуществовать ни один казахский аул. По фюду казашка является краеугольным камнем быка состояния аула, создавая себе положение самостоятельной хозяйки, так что в экономическом отношении положение казахской женщины прочнено и влияние ее безусловно велико. Казалось, этого было бы достаточно, чтобы и в социальном отношении она заняла подобающее ей положение, но тут-то и влияет воздействие тех факторов, о которых было понятно выше. В социальном отношении женщина, приобретенная за известное количество кауима, выплачиваемого детства, частью семьей мужа, частью ближайшими родовичами, сосылает принадлежность рода, вне которого она не имеет никакого положения. Выхода ей нет, потому что она представляет собой ценность, во сколько-то голоска та, которая должна быть возмещена, если предмет ее стоимости переходит в другие руки. До сих пор у казахов кауим доставляет такую ценность, что в нем является заинтересованной довольно большая группа людей. Ценность ее может составлять в состояние целой кибитки, всегда будет в положении предметов купли и продажи, под воздействием торгусов, татар или сартов, ишанов, а также доморощенных мул. Но слуманская точка зрения все более и более роникает в среду казахских масс. Услуманская точка зрения на женщину известна, а потому законодатели мод и вкусов степи татары и сарты весьма легко при помощи мул передают свое мировоззрение восприемчивым и частью зависимым от них степнякам. А взгляды этих пропагандистов таковы, что подчинение, замкнутость, отчуждение женщины от мужчины вполне ими санкционируются и поощряются. В Туркистане с Пошей рядом встречается покупка под видом колыма, главным образом сартами казахских девушек, посредством чего появился особенный тип туземцев – шава казаки. Эти два фактора – социальное положение казахской женщины вообще и проникновение муфлуманских воззрений на нее – должны служить главными препятствиями к распространению просвещения между женщинами. На самом деле, если обратить внимание на то, что каждая девочка уже с колыбели просватала, не может быть и речи о каком-нибудь учении. Не надо забывать, что почти всякая девочка, отданная в школу, уже невеста и может быть во всякое время выдана замуж. Тем более, что общий закон о предельном возрасте в казахских степях не введен. Можно себе представить положение девушки, получившей уже некоторое развитие в первоначальной школе, замечтавшейся о дальнейшем образовании. Если в этом положении ее подтащат в аул, оденутся в келе и отдадут за кого-нибудь старика или фанатику муу, который сейчас же наденит на нее покрывало и обратит в орудие своей трасти. Протестовать казахская не может, у нее нет для этого средств. Ни на почве дата, ни на почве закона. При таком порядке вещей можно себе представить случай еще трагичнее, если девушка поступит в гимназию, кончит курс и пожелает получить лучшее образование. Зуб Калым окажется выплаченным. Жених потребует ее к себе в юрту, через бия. Положение казахской женщины настолько бесправно, что невозможно рассчитывать на какие-нибудь благоприятные обстоятельства, при которых образование, полученное девочкой, может дать ей в руки оружие, просит ее порабощение. Насходно повторяю при усиливающейся узбуманской пропаганде. Казахская женщина, которая на глазах русских властей, часто служит игрушкой в руках своих родовичей и имеет мало шансов выйти из своего рабского состояния. Еще я приведу отрывки из двух книг. Первая книга казачка, то есть казашка, говорится о том, как девушка должна была выйти замуж за молодого человека, но он умер. Поэтому она должна была выйти замуж за его родственника. Нажмите на паузу и простите, что из этого вышло. Книга Назарова, 1813 год. Из его путешествия в Кыгавкое хранство. Такое наказание получила девушка за привду подъяния. Нажмите на паузу и прочтите этот текст. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...